Мы хотим создать партию не в смысле шашечек, а в смысле ехать. И это очень сложная задача. Я хочу, чтобы все вдумались в то, насколько это сложная задача. Я хочу, чтобы те, кто уже учится в школах, и те, кто завтра вступит в эти школы, понимали, в принципе, о чем идет речь. А я, чем дальше лез, тем больше дров, чем дальше продвигаюсь в сторону реализации того, о чем мы вместе договорились, тем в большей степени понимаю, насколько многие не понимают того, что лежит в основе даже элементарного партийного строительства. Внутри партии всегда есть соратники, сторонники, сочувствующие, присматривающиеся и колеблющиеся. Я подчеркиваю, внутри партии как огромного образования, содержащего в себе собственно партийное ядро и многоуровневую партийную периферию. Тут всегда действует метафора кочерыжкиных и капустных листьев или метафора ядра, комета и хвоста огромного, который идет за кометой. Собственно, партия – это соратники и сторонники. Ближайший к ним, примыкающий, так сказать, периферийный слой – это сочувствующие, потом идут присматривающиеся и колеблющиеся. Помимо подобных градаций существуют и другие. У партии всегда есть сподвижники, то есть люди, не входящие в партийные структуры, но очень глубоко разделяющие партийные идеи и иногда вносящие вклад в партийную деятельность гораздо больше, чем соратники. И есть союзники, как стратегические, так и ситуационные. Иногда партия заключает ситуационные союзы ради достижения вполне конкретной задачи, и после этого эти союзы разрушаются, иногда и союзы стратегические. Вот если рассмотреть все вместе – соратники, сторонники, сочувствующие, присматривающиеся, колеблющиеся, подвижники и союзники, то вот эта структура, это структура партии. Подчеркиваю, это структура всей партии в целом, как вот этой кометы с ее слоями, как это кочерыжки с капустными листьями. Собственно же кочерыжка – это соратники и сторонники. Давайте дадим всему этому внятное определение. Итак, партия – это соратники плюс сторонники. При этом соратники – это профессиональный актив собственно политического характера. «Дайте нам организацию профессиональных революционеров, и мы перевернем Россию», – сказал Ленин. Это профессиональный актив собственно политического характера. Это люди, которые ставят перед собой одну задачу, непосредственно, прямо. Распространение определенных идей, наращивание структур и превращение вот этого, так сказать, цикла «идея-структура-идея-штрих-структура-штрих» в политическую победу. Сторонники, помимо тех, которые как бы просто входят в саму партию, но не проявляют желание стать профессиональным активом. У нашей организации есть и другие. Это граждане активно участвуют еще в работе неких общин, то есть социально-политических первичных структур партии. Возникла ячейка в определенном районе Москвы, в маленьком городе или в каком-нибудь большом провинциальном городе. Эта ячейка должна стать социально-политическим организмом и врасти в жизнь. Абсолютно не все в пределах этой ячейки хотят просто заниматься чисто партийной деятельностью в узком смысле этого слова. Повторяю, ячейки – это совокупности социально-политических или, как я говорил, катакомбных общин, задача которых – укрепление определенных взглядов и представлений в широких слоях общества, то есть то, что я ранее еще называл «позиционной войной погромши». Предположим, что есть директор школы, и это неосоветская школа, с советскими учебниками, с советскими ценностями и так далее. Этот человек не является соратником в смысле того, что он является профессиональным революционером, профессиональным политработником. он социальный лидер, он духовный лидер, но он такой же сторонник и, может быть, ничуть не менее ценный, чем прямые соратники. Или руководитель музея, или создатель какого-нибудь спортивного клуба. люди могут воевать на партийном поле по-разному. Позиционная война, вот война на этом широком периферийном пласте, в котором только и может колаться окончательная победа, ничуть не менее важна, чем непосредственная война на острие политического процесса. Итак, сторонники – это активно работающие люди, не ориентированные на профессиональную деятельность. У человека интересная работа. Получилось так, что он неплохо зарабатывает. У него есть время, и он хочет посвятить все это время продвижению идей, политической борьбе и так далее. Он не хочет становиться профессиональным революционером, но может принести в партии огромную пользу. Он может быть для партии намного ценнее, чем какой-нибудь из соратников. Горький для партии Ленина был гораздо более ценным кадром, чем даже наивернейший член большевистской партии, человек твердых убеждений и большой эффективности с точки зрения практической политической деятельности. Люди могут просто не ориентироваться на профессиональную деятельность, но самоотверженно осуществлять общественную и гражданскую деятельность. Или вообще сдвигаться в сторону общин, вот этих первоначальных структур, которые хотят врасти и создать некую периферию. Война не может состоять только из армии. Если тыла нет, если нет всей страны, то армия будет уничтожена. Кто-то должен создавать оружие, кто-то должен поставлять продовольствие и всю остальную одежду, а кто-то должен просто воспроизводить жизнь, учить детей. И все это вместе существует, дружно, потому что все это вместе. И есть политический субъект, который мы стремимся построить. Дальше я оставляю в стороне сподвижников и союзников, как стратегических, с которыми создаются стратегические политические блоки, так и ситуационных, которыми создаются ситуационные коалиции. И я хочу перейти к сочувствующим. Вот это и есть ВКСВ, виртуальный клуб, как резерв партии, как сообщество людей, примыкающих к партии. Какая бы структура ни создалась, она может жить только в том случае, если в нее что-то постоянно втекает, а все, что из нее вытекает, вытекает не на альтернативные сайты, и не для того, чтобы ее поносить, а вытекает с тем, чтобы остаться в умывающем ее животворном бульоне. Без подобного бульона, без открытых дверей, с помощью которых все время может состояться инфильтрация в партию новых элементов, партия превращается в секту. Без сочувствующих партии нет. И в ЭКСВ это, безусловно, единство соратников, сторонников и сочувствующих. А также, конечно, и союзников, и сподвижников, поскольку они находятся в том же стратегическом поле. Дальше есть присматривающиеся. И для них существуют интеллектуальные клубы. И есть колеблющиеся, для которых надо создавать дискуссионные площадки. Все это сложная система. Если эта система вместе не работает, то возникает одно из двух. Либо партия превращается в секту, и оказывается отрезана от всего того, что может втекать в нее, расширяя ее, питая ее новыми возможностями, обеспечивая ее связь народом, с массами, с жизнью. Либо партия становится всеядной, и в этом случае вот эти ряды сочувствующих, присматривающих и колеблющихся, сметают ядро партии, и партия превращается в бессмысленную слизь, которую и наполняет вся наша жизнь. Об этом самом, то есть о том, что такое подобная слизь, и почему она опасна, лучше всего написал Ленин в своей старой-старой работе «Что делать?». Он, как бы, «Наболевшие вопросы нашего движения» называется эта работа, предвещает письмо Лассале к Марксу в виде эпиграфа, письмо Лассале к Марксу от 24 июня 1752 года. «Партийная борьба придает партии силу и жизненность. Величайшим доказательством слабости партии, пишет Лассаль Марксу, и Ленин это в качестве эпиграфа приводит, еще раз повторяю, величайшим доказательством слабости партии является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных границ. Партия укрепляется тем, что очищает себя». Было безумно много разговоров о каком-то там поражении в пределах сути времени и о том, что есть очень разные точки зрения, что большие группы людей не принимают, так сказать, то, что происходило на Паконной горе и так далее. Разговоры эти были нужны тем, кому страшно хотелось, чтобы в партии возник раскол, а может быть вообще разброд и шатание. мне было очень интересно смотреть за тем, как выдерживают виртуальный клуб «Суть времени». Все эти поношения, которые по понятным причинам, так сказать, были обрушены на это рыхлое и слабое наше образование извне. И меня потрясло то, что это рыхлое, я раз повторяю, никак вроде бы не организованное сетевое образование оказалось удивительно единодушным перед лицом всех этих поношений и всего прочего. Когда мы собрались на школе, я спросил, ну это кто, так сказать, поддерживает основные принципы нашего стратегического политического поведения. Дело только не в том, что все подняли руки, а дело в том, с какой скоростью и яростностью люди подняли руки, то есть как им осточертело читать на собственном сайте или на других ресурсах разговоры о каком-то брожении, шатании и всем прочим. Просто ничего нет. Задача же в том, чтобы осуществить партстроительство, а здесь возникает вопрос о том, что величайшим доказательством слабости партии является расплывчатость и притупление резко обозначенных границ. Партия укрепляется тем, что она себя очищает. К тому моменту, как эта передача выйдет в эфир, в газете «Завтра» уже выйдет манифест движения «Суть времени», который называется «Нет перестройки 2». Поскольку, тем не менее, я считаю нужным в одной передаче свести воедино и вопросы практические, и вопросы теоретические, то я здесь сейчас зачитаю этот манифест. В 1991 году в результате катастрофы именуемой «Перестройка» рухнул СССР и утвердилась новая антисоветская, антикоммунистическая система, нам глубочайшим образом чуждая. Но наше неприятие системы никогда не переходило и никогда не перейдет в неприятие Российской Федерации государства крайне несовершенного и почти намертво припаянного к системе. Подчеркнуто «почти». Осознавая остроту нынешнего момента, мы вновь заявляем, что никакие дефекты данного государства не оправдывают «Перестройки 2» с ее призывами к расчленению Российской Федерации, провокационно именуемой «Путинярней», «Эрефи» и так далее. Мы заявляем, что сколь бы несовершенно, а порой и двусмысленно ни было данное государство, долг каждого ответственного гражданина, недопущение новой перестройки, компутации территории во имя «Воздоровления». Вы знаете, что об этом очень активно говорят не только о Северном Кавказе, но и о других территориях. Кто-то о Сибири и Дальнем Востоке, кто-то о Северном Кавказе, а кто-то вообще о том, что надо бы превратиться в какое-нибудь рыхлое конфедеративное образование, а тогда глядишь и выздоровеем. Недопущение нового вот этого ампутационного подхода, недопущение нового ограбления распавшейся страны местными ворами и их западными покровителями. А зачем нужен распад страны западным покровителям, чтобы снова осуществить такое ограбление, как в 1991-1999 годах? Народ не должен потерять государство, сколь бы несовершенно оно ни было, ибо потеряв государство, народ потеряет все. Исходя из этой политической аксиомы, мы будем формировать широкую оппозиционную патриотическую коалицию, подчеркиваем, широкую коалицию союзников, вот как тут было сказано, не соратников, не сторонников, не сочувствующих, а союзников. Что же касается нас самих, то есть нашего партийного строительства, то мы рассматриваем это несовершенное государство как плацдарм, с которого только и может начаться наступление в том или иной